Чтобы понимали, почему мы встретились, какая наша позиция, особенно в свете последних событий с ведущей страной, которая должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь и идти в авангарде. Я имею в виду Россию. Это не только с нами. Просто то, что происходит в Беларуси, это более очевидно, это в социальных массовой информации, это очень болезненно может быть для отдельных в России. Хотя я сомневаюсь, что там болезненно идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти средства массовой информации. Я уже напоминал, что за две недели взяли и президенту России передали все, что пишут о Беларуси, о президенте белорусском и так далее. Но ладно, это их дело. Поэтому мы остаемся, как всегда, приверженцы интеграции, реальной интеграции, без понуждения к интеграции. Новый термин появился в отношениях в Союзе – понуждение к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции в Беларуси. Понимаете, о чем идет речь. Поэтому однозначно мы, как инициаторы, еще с Борисом Николаевичем Ельцином, мы всегда инициировали реальную интеграцию. Интеграцию наших государств, России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее, и так далее, сохраняя суверенитет и независимость. Мы тогда вообще не говорили, помните, о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки сложным вопросом. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня, и, как я уже сказал, понуждение к интеграции. Поэтому мы однозначно за реальную интеграцию на тех принципах, классических принципах интеграционных, которые знает весь мир. Продолжение следует...